Что-то порядка, наверное, 15 миллионов установок. Сейчас меня поймут все любители ветра. Раньше я был стартапером, теперь стал факапером. Я такой, блин, надо уходить с работы, ехать, короче говоря, в Египет, днем катать, вечером пилить. Сколько у тебя денег сейчас на личной карте? Я умею продавать доллары за 70 центов. Сложится, что вы в месяц жгли примерно 3-4 миллиона рублей на зарплатный фонд, скорее всего? Дать надежду, чтобы уйдуть. А как ты вообще жил эти 4 года? В Дошираке. А? В Дошираке. Слушай, а Вингуру так и не вышел, так и не сделал модель для продажи. Как он будет зарабатывать, это не про меня, к сожалению. Мне кажется, жену найти проще, чем партнера. Вы как бы развивались? Вот так вот клюшка была все 4 года, вы просто росли и росли и набирали. 7 провалил, 1 успешный, 8. Мне надо срочно сделать еще 9-10, чтобы 11 выстрелил. Как бы я не работал ни одного дня, потому что я делаю то, что мне нравится. Мы за 150 тысяч баксов запустили две охраненные пылки. Как продвигаете эти мобильные провожения? Я тебе завидую, это честно сказать. А я тебе завидую, честно, вообще. Друзья, всем привет, рад вас видеть. И сегодня я пригласил крайне уникального гостя. Кто из вас следит за мной в Инстаграме, вот тут, кстати, ссылочка, знают, что я реально ветрозависимый. Я человек, который катается на виндсерфинге, на кайте, на всем, собственно, на чем можно кататься. И каждый раз, каждый раз, когда я еду куда-то кататься, я пользуюсь приложением Винди. Приложение Винди — это такой продукт, который мне помогает определить вообще, куда дует ветер, с какой стороны дует ветер. Но там есть одна штука, которую сегодня я, основателю этого приложения, сдам. Поэтому я рад вам представить своего гостя, Игорь Каменев. Игорь, привет. Привет. Человек, который придумал приложение Винди, который просто облегчил жизнь сотням тысяч людей вообще во всем мире, которые увлекаются водными видами спорта и не только. Так что, Игорь, давай вот для тех, кто тебя не знает. Сейчас, погодите. Давай. Самая важная вещь. Не красный Винди, а синий. Их два. Об этом будем позже. Офигенно. Их что, реально два? Конечно, их два. Скопировали? Там сложно. Окей. Там непонятно, кто кого. Ну вот смотри, ты все-таки сделал такой проект, и у тебя есть успешный кейс, успешного мобильного приложения. Для тех, кто тебя не знает, вот в двух словах, как ты представляешься, чем ты занимаешься? Ну я сейчас говорю, что я факапер. Офигенно. Да. То есть мне, раньше я был стартапером, теперь я стал факапером. Почему? Потому что там последние мои пять проектов полное говно. Слушай, а почему так получается, вот на твой взгляд? Слушай, на самом деле, изначально, когда я делал Винди, вот, я там был техническим, грубо говоря, основателем. Вот, после того, как Винди стал успешным, и я такой, вау, вау, я все умею, типа, я все знаю, классный проект, вот, я пошел делать другие. И уже там занял роль не технического, а условно SEO. Да, понятно, что в стартапах нету там SEO, СТО, есть все. Да, да, да. Да, 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 да. Ну, условно я был уже не СТО, а эту, как бы, штуку я не тянул. Я понял. То есть ты, короче, после Винди провалил пять проектов? Ну, пять, если каких-то более больших, а так семь. Офигенно. Скажи, ты эти проекты делал на свои деньги или на… Не, на свои. Все на свои деньги? А, нет, давай на инвесторские. Офигенно. Ну, то есть в любом случае ты набил шишки. Что сейчас? Какой, чем ты сейчас занимаешься? Ой, я даже не знаю. У меня много сейчас вещей. Я сейчас ушел… Давай основное, что кэш приносит. Или где фокус внимания основной? Давай лучше, где вот основной сейчас фокус внимания? Я сейчас занимаюсь B2B-шным проектом. B2B полная говна, не ходите в B2B. После B2C это вообще ад. Цикл продаж по полгода – это ад. Я, короче говоря, мониторю маркетплейсы, собираю отзывы, рейтинги на товары, вот, детектирую атаки на бренды, типа, кто-то пошел, закупил негативных отзывов, вот, делаю notification, если где-то там негативные отзывы, чтобы… На российском рынке или на американском? На российском. Пока на российском, набиваю шишки. Окей, смотри, ты последние 7 проектов делаешь на свои бабки. Да. Когда вон ты вышел из Винди? Да, я бы в память. По-моему, год-два назад. Я понял. Сколько у тебя денег сейчас на личной карте? 1600, наверное. Это все сбережения или что-то инвестировано? Ну, еще там где-то что-то лежит. Ну, короче, не так, чтобы нормально. Сколько денег ты потерял на этих 5-7 проектах? Ну, порядка 200 тысяч долларов. Долларов. Да. Мощно. Ну что, давай тогда поговорим немножко про Винди. Вообще, как тебе пришла идея, когда появился Винди? Я косвенно от тебя, может быть, слышал эту историю в баре. Я даже не помню. Да, да, я помню. Единственное, что я помню, что я пользовался Виндгуру, как ты говорил, и я пришел к ним, говорю, сделайте мобильную привилку, они не захотели, и так родился Винди. Расскажи все-таки историю вот этого продукта. Слушай, в 2015 году я собрал волю в кулак и поехал в Египет. 17-й. А я думал, такой, ну, как бы выходишь на пляж, берешь как бы снаряжение, идешь, катаешься. Ни хера. Оказывается, ветер, он бывает разный иногда, там, разной силой, он то есть, то нет, как бы непонятно, приезжать сегодня на пляж, не приезжать. Такой, блин, 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 блин. Виндгуру был классный, и, наверное, до сих пор существует, не знаю, вебовский ресурс, куда все ходят, я такой, блин, ребят, как бы 21 век, типа, может, мобилку сделать. Вернулся в Москву, что делает программист в свободное от работы? Время. Или приложение своей программирует. Программирует. Вот, я такой. А где ты работал тогда? Я тогда работал iOS-разработчиком в Surfing Bird. Ага, и слышал, да, есть такая студия мобильной разработки. Не, это было приложение а-ля персонализированная лента. А, так, окей. Вот, я начал пилить свой проектик, вот, написал ребятам из Венгуру, говорю, слушайте, ребят, как бы, давайте вы мне данные проветр дадите, а я, типа, вам мобилку сделаю. Вот, смотрите, как бы, я уже что-то тут напилил. Говорит, не-не-не, мы мобилку уже запускаем, сами, типа, скоро, типа, не дадим тебе данные, такой, блин. Пришлось разобраться. В общем, потратил кучу времени на сбор данных, метео, вот этих, вот. Ну, по сути, ты тоже самое, как и они, начал строить те же самые модели прогнозов, наверное, те же самые источники. Смотри, никто из приложений не генерит сами прогнозы. Ну, очевидно, конечно. Да, потому что это бешеные деньги, вот, но они все находятся в открытом доступе, ну, почти все. Вот, поэтому все, что я делаю, это беру эти данные и красиво показываю свои привилки. Что такое Винди, для тех, кто не знает? Винди – это приложение, которое показывает прогноз погоды, но делает это не, как это, не в режиме, там, сегодня будет дождь. А ты сможешь прямо по часам посмотреть, что вообще происходит. Почему, на твой взгляд, все-таки люди пользуются такими ресурсами, как Виндгуру, как Винди, а не используют традиционные прогнозы погоды, Гесметио, Яндекс и все прочее? Винди, он, Винди сделан для спортсменов, ну, то есть мы его делали спортсменов, сейчас он стал уже сильно больше. И скорее, на самом деле, Винди, его основная задача – это не показать тебе точный прогноз, а дать надежду, что будет дуть. Потому что это реально так, то есть кучу народу смотрели раньше разные источники и говорят, о, о, слушайте, а вот поэтому сайта будет дуть, поехали. Да, я помню, было такое. Да, и тебе на самом деле не важно, вот если они все показывают, что они будут дуть, блин, ну, наверное, не будет дуть. Да, вот, ну и то они могут ошибиться. Я помню такой, знаешь, это с Плещейкой был такой кейс, что, типа, если Яндекс, Гесметио и Вингуру показывают, что будет дуть, то, короче, мы туда едем и катаемся. Да, 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 да. Да, офигенно. Знаешь, ты сейчас сказал, что ты его основал в 2015 году, я просто думаю, сколько я катаюсь, мне повезло, у меня отец, мы, я не знаю, в каком году, в 2001 еще кайт, наверное, в России попробовали. О, как повезло. То есть у нас был один из первых кайтов в России, еще iRush такой, знаешь. О, еще на руках, который, да, без трапы. На руках, с депауэром, только таким вот, 5 сантиметров, причем 16-ка была с депауэром, а 10-ка и 12-ка были без депауэра, это был, конечно, ад. И мы всегда это мониторили, это, конечно, было реально прикольно. И вот ты сейчас говоришь, 7 лет назад еще не было реально мобильной прилавки. Что такое Вингуру сегодня? Ой, Винди сегодня. Винди сегодня. Сколько это миллионов пользователей? Слушай, я сейчас уже точно не знаю, поскольку я из проекта вышел, но я думаю, что это порядка, наверное, 15 миллионов установок. Вот. Сенсор Тауэр показывает, что там 300 тысяч в месяц выручка. Вот. Я не знаю точно цифры, но я думаю, что они плюс-минус похожи. Когда ты вышел из проекта? Два года назад. Смотри, ходили слухи, что когда ты выходил из проекта, ты был немножко в таком перегоревшем состоянии, то есть, условно, ты устал от него. Да, начал. То есть, два года назад это 2019 год, с 15 по 19 цикл разработки. Слушай, я точно не помню, но плюс-минус, да. Но подписка в Винди была не всегда. Тебе удалось выйти в момент, когда вы уже начали зарабатывать? Или ты вышел из того момента? Вот как раз, как раз, как раз только-только мы, типа, в январе запустили подписку, она начала работать, вот, и там где-то к лету я ушел. Давай прикинем, а большая команда была в Виндии? Я думаю, тогда у нас было человек 20 уже. Ну, то есть, примерно вы в месяц, ты можешь не говорить. А, нет, 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 когда я выходил, да. То есть, если так, то я могу предположить, что вы в месяц жгли, там, примерно 3-4 миллиона рублей на зарплатный фонд, скорее всего. Смотри, ты про какой момент говоришь? Когда я уже прям совсем уходил? Ну, условно, да, уже, когда уже совсем уходил. Ну, 3-4, ну, плюс минус. Ну, то есть, скорее всего, типа, а-ля до того момента, как вы начали зарабатывать, Виндис кушал миллион баксов минимум, наверное, на свое поддержание заработка. Меньше? Нет, 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 я думаю, сильно меньше. Сильно меньше? Я думаю, что это там тысяч 200-300. Всего? Конечно. А как ты вообще жил эти 4 года? А? В Дошираке. А в чем был вообще тогда, как бы, смысл? То есть, ты, вот, что тебя драйвило? Вот, помимо того, что ты сам катаешься? Да, 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 давай, как это, о чем я и говорил, как бы, что делает в свободное время программист, программирует? А меня это перло. Так. То есть, меня это просто, вот, как, знаешь, взяло, обняло и сказала, ебашь. Ты сам катаешься? Конечно. На чем? Ну, на многом, на кайте, и на сноу, и на воде. Вот. И поршутист. Ты решал свою боль, свою проблему? Да. Ну, изначально я именно так и делал. Я вообще не думал об этом. Смотри, давай сначала, я узнал, что такое есть. Вернулся в Москву, начал токодить, венгур они не дали, я это все, короче, начал запускать. Увидел, что в этом сильно больше всего. Я такой, блин, надо уходить с работы, ехать, короче, в Египет, днем катать, вечером пилить. Офигеть. Я взял, как сейчас помню, у своего друга первые инвестиции в моей жизни. Типа 300 тысяч рублей. У меня не было вообще ничего. В смысле, я взял 300 тысяч рублей и уехал в Египет. Чувак сделал что-то в районе X100 в итоге. Сколько ты доли компании продал тогда за 300 тысяч рублей? Да хрена. 10 процентов или типа больше? По-моему, он меня отжал на 20. Я ему хотел 10 предложить, а он меня просто взял такой, типа, и 20. Куда ты потратил эти первые 300 тысяч рублей? Я поехал в Египет. Я поехал в Египет катать и пилить. И, собственно говоря, за три месяца я его запустил. Ага, то есть ты можешь сказать соло. Вообще в однищи, да. То есть ты разработала и iOS, и Android, и еще сервером написала все это. Не-не, Android тогда не было. Я разработал только iOS. Вот. И тогда же летом я познакомился со своим, собственно говоря, будущим партнером, Антоном. Он, говорят, выходил из корпората и тоже хотел познакомиться стартапами. Я ему показал, он сказал, не, как бы… А, и он тоже кайтер. Такой, не, говно не полетит. Как бы интересно, но… Ну, нет. В ноябре там уже было там 1050 установок, которые случились вот сами. Я ему вот уходил вот в такую вот уже штуку. Он такой, ладно, поехали. На твой взгляд, вот такой вот союз людей, кто работает в корпорациях, которые зарабатывают хорошие зарплаты, деньги, потом собираются инвестировать. И вот у таких технических фаундеров, как ты, насколько он вообще крепкий и жизнеспособная конфигурация? Слушай, ну, вот за эти 6 лет, которые я фокаперствую, вот, я наконец-то перед себя понял, что я вообще не бизнесовый чувак. Вот, я технарий люблю, ну, как бы и продукт, а, типа, как он будет зарабатывать, это не про меня, к сожалению. И когда рядом есть какой-то человек, который думает про то, как, вообще-то, из этого вынести бабки, это, ну, это необходимо. Для меня, по крайней мере. Слушай, ну, это, кстати, очень интересная история. По сути, это как, вот, знаешь, если взять успешные примеры, там, и Джобса того же, да, с Возником, всегда есть, условно, бизнесовый гай, и есть, соответственно, технарий. Вот в соло, я сейчас уже не верю, что получается, у меня сейчас новый стартап, у нас три партнера, мы закрываем сейчас просто топово все компетенции. Я почему кайфую от партнерства, потому что один закрывает, условно, там, производство контента плюс привлечение инвестиций, другой из SEO, CTO, всю операционку, систему и техничку. А я, по сути, делаю продукты маркетинга, образно говоря, то, что я умею, упаковываю и продаю, создаю крутой продукт. Да, поэтому такие моменты, они, ну, это реально важно для успеха проекта. Да, только как найти, я не понимаю. Как найти... Как найти партнера. Как найти партнера. Мне кажется, жену найти проще, чем партнера. А как ты искал партнера? Никак, это проведение просто, вот, кайтерской тусовки, я познакомился с чуваком, с которым мы кайтили вместе, я ему рассказал, он говорит, я тоже хочу делать стартапы. Ну вот, ему тогда не понравилось, потом в итоге понравилось. И мы полетели. Слушай, у меня есть друг, историю расскажу, Валентиново Фитисов зовут, он, кстати, ведет свой прикольный подкаст, у него в Телеграм есть группа, где он собирает музыку. Почему? Как он это делает, потому что к нему вечно обращаются за музыкой. Валя, у тебя очень классная музыка, скинь нам плейлисты. И он собирает каким-то образом плейлисты где-то в Телеграме, так что обязательно заходите, скачивайте, прикольный, я ссылку оставлю. Он, короче, early adapter такой, знаешь, всех технологий. Когда был ВК, у него еще ВК чуть ли не пятизначный айдишник. То есть он, по-моему, в первые 100 тысяч пользователей входил и всех продвигал. И когда появился Винди, он мне первый написал, прислал ссылку. То есть я не удивлюсь, что он там один из первых пользователей говорит, Никита, смотри, вот такая штука, типа сайт Вингуру уже не модно, уже, короче, все сидят в приложении, и это будет как бы, это будет работать. И вот он тогда, но я тогда не оценил. Я тогда как старпер такой, знаешь, как, думаю, нахер это, буду пользоваться, короче, неудобным вебом. И до сих пор, кстати, еще года полтора назад я пользовался вебом, хотя у меня была подписка на Вингуру ПРО. Я не помню, зачем я ее покупал, но зачем-то я покупал на Винди. На Вингуру я покупал. У меня даже подписка была Вингуру в Чехию, я платил в кронах, прикинь. Смотри, Винди, ты, соответственно, его разрабатываешь, вы его запускаете, и где вот этот происходит? Вот как вы развивались? Вот так вот клюшка была все четыре года, вы просто росли и росли и набирали? Или вы в какой-то момент уперлись в потолок? Не, в какой-то момент мы реально, да, как бы, мы не выросли вот так вот, мы начали делать вот так, что было в целом неплохо, но было так себе, и мы поехали в акселератор. Это было очень... Слушай, я был в итоге в двух, в один мы поехали в Португалию, не помню, как он назывался, но мы туда приехали уже позже, чем нужно было, потому что там был... Ну вы уже были на Гроу Стейс. У нас уже был продукт, да, там из серии, как бы, из серии, как делать продукт, там, CJM, бла-бла-бла, вот это вот все. Но, но, там случилось самое, ну, одно из важных вообще вещей, там ребята из Берлина, которые тоже были с продуктом, они в какой-то момент выступили и рассказали, типа, слушайте, мы тут попробовали Indiegogo, Indiegogo говно и не работает. Мы с Антоном такие, слушай, а это вообще интересная тема, у нас есть аудитория, давай, как бы, давай попробуем Indiegogo. Только потратим это не больше двух недель, все. Мы за две недели запустили краудфандинг, нагнали туда нашу аудиторию, мы просили 10 тысяч долларов, нам заплатили в итоге 30, и мы поняли, что все-таки мы занимаемся, ну, чем-то, короче говоря, что может зарабатывать. — Слушай, офигенно, а вообще, Винди сейчас развивается по модели дивидендов, то есть просто ребята, кто, ты вышел, ребята просто получают ежемесячно деньги, или это модель капитализации, они хотят компанию свою вырасти? — Слушай, я не знаю, что они сейчас хотят, честно говоря, без понятия. — А вы общаетесь? — Да, общаемся, у нас завтра репетиция, мы играем. — На что, на чем ты играешь? — Ой, на клавишек, на басу. — Офигенно, а, на клавишек, слушай, ну, прикольно, прикольно. — Вот. — Так, ну смотри, давай, ты закончил с Винди, вышел из него и начал что-то делать дальше, как, что у тебя случилось? — Смотри, смотри, сейчас, вот я сейчас это понимаю, тогда я это не понимал, я, на самом деле, начал выгорать, вот. — Что такое выгорание? — Ну да, это вообще не общее слово. Короче, я понял в какой-то момент, что шил из жопы вынули. Это, до этого я жил с ним, и как бы, я ложился спать, и Сири побыстрее будет уснуть, потому что завтра хрена, как бы, классных задач. А потом такой, бац, и пустота. Но инерция осталась, то есть меня разогнало-то уго-гошеньки. Вот. И я такой, блин, первый стартап, успешный, охрененный, типа, сейчас запущу новый. И как раз вот я запустил SkyDuck, это приложение для поршутистов, трекеры для поршутистов. Сам, собственно, пошел прыгать из-за этого, как можно сделать продукт, если не в теме. Вот. Но я уже шел такой, уже вниз. Вот. Я этого еще тогда не понимал. Вот. Сейчас уже понимаю. Батарейка кончилась, не знаю, что с этим делать. Что у тебя сейчас? Какой статус? Слушай, я запустил SkyDuck, понял, что это полное говно, потому что потолок аудитории 150 тысяч человек. То есть, какой урок очень важный, если ты запускаешь мобильное приложение, то у тебя должна быть большая аудитория потенциально этого продукта, так? Или большой чек на маленькую аудиторию? Слушай, ты задаешь очень сложные вопросы, потому что что значит должно? Чтобы нормально зарабатывать? Нормально зарабатывать не знаю. На самом деле, я думаю, что на этом проекте я вот так заработаю. Просто я его сделал чуть раньше, чем сейчас позволяют технологии. То есть спрос есть, оно не очень хорошо работает на телефоне. Плюс народ до сих пор пользуется... Паршютисты, когда прыгают, им все свои прыжки обязаны заносить в локбук. 21 век, мы в бумажках что-то заносим. Сейчас я сделал приложение, которое является электронным локбуком, помимо того, что он делает трекинг и прочее. И американская ассоциация паршютного спорта одобрила это приложение. Оно разрешено для применения. Я думаю, что в итоге я на нем заработаю, но думаю, что год через 3-4. Чтобы зарабатывать деньги, наверное, да, конечно, нужно иметь большую аудиторию. Делай хорошо, плохо не делай. Ну, камон. Нет, ну, очевидно. Смотри, а ты не думал, например, в свою SkyDuck? Ты, так меня сейчас рассмотришь, когда хоть прибыльное мобильное приложение сам делаешь, ты не думал, у тебя есть уже ассоциация, одобрение ассоциацией парашютного спорта штатов. У тебя, в принципе, все дороги открыты венчур. За счет маленькой аудитории это не катит вообще никак на венчурную модель. Можно же было бы привлечь деньги и к Red Bull прийти условно. Их подобные штуки не интересуют. Мы и с Винди пытались приходить к Red Bull. Не, это неинтересно. Почему? Я так и не понял, честно говоря. Вот я не понимаю. То есть вроде бы как аудитория прям вот как раз, но что они там будут делать? Потому что они сами не знают, как на этом зарабатывать. Какая у тебя сейчас вообще стратегия спустя 5 стартапов? Провально. Куда? Где камера? Вон там. Я сейчас хочу найти бизнесового чувака для того, чтобы пить классные штуки. Классные штуки, это какие? Есть у тебя какая-то идея? Слушай, у меня есть идея. Вот, они все про дейтинг. И мы с тобой, собственно, я сюда еще пришел на самом деле. Я пришел тебя как у эксперта дейтинга позадавать глупых вопросов. Да, давай поговорим сейчас. Мы закончим, но и с участием можем продолжить говорить про дейтинг. Вот, но мне очень хочется сделать дейтинг. Но не в том смысле, что потрахаться или найти личную жизнь. В Японии очень большая, прям, на мой взгляд, самая огромная проблема одиночества в мире. Собственно, в Японии. У них культура такая. Они не могут в серии прийти и сказать, типа, там, слушай, Никит, типа, блин, дай я поной тебе. Не могут. И надо это куда-то девать. Почему Япония? Как тебе вообще пришла идея с японским рынком? Я не знаю, как-то на меня вот оно, Япония потихонечку приходила в мою жизнь, и я вдруг понимал, что там прям очень больно. А сколько раз ты был в Японии? Я не был в Японии вообще ни разу. Я иероглиф даже не знаю, как выглядит. Почему? Подожди. Из телевизора меня кто-то рассказывает, кто-то еще. Как-то почему-то вот Япония сама начала ко мне липнуть. У тебя нет ощущения, что пока это звучит как седьмой провальный стартап? Да ну, это было понасрать. Честно. Вообще. То есть количество попыток переходит в итоге успешный проект? Значит, смотри, мне нужно... Сейчас, погоди. Если я семь провалил, один успешный восемь, мне надо срочно сделать еще девятый-десятый, чтобы одиннадцатый выстрелил. Нет, я тебя понимаю. Вот скажи мне, насколько... А что тебе изменилось спустя... Вот если взять тебя, типа пять лет назад, когда у тебя еще нету проектов, или есть один проект, и есть сейчас, например, вот семь проектов, какой главный урок ты вынес из вот этого? Слушай, урок я не знаю. Я сейчас подумаю над этим. Очень важная штука случилась. Она, кстати, плохая, на мой взгляд. Она и плохая, и хорошая. Раньше, когда я запускал в Индии, я такой вижу цель и побежал. Все. И неважно. То есть я не думал ни про аудиторию, типа там, знаешь, как это, acquisition cost-ы какие будут, да, там, какой у меня будет LTV, да, мне было насрать. Я хочу сделать этот продукт, и я туда побежал. А сейчас, когда ты что-то хочешь сделать, ты думаешь, блин, так, хорошо, а как буду на рынок выходить? Типа, какая аудитория? А смогу ли я ее привлечь? Там, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И вот такие кучи идей, на самом деле, и, возможно, хороших идей, они просто отбрасываются. Сколько тебе лет? Почти 40-39. То есть нет ощущения, что, может быть, ты стал старше, за счет этого стал меньше рисковать, и плюс еще набил все-таки шишек. Это вот как раз опыт, да. Это опыт, да. Я понимаю, о чем ты говоришь. Это опыт, и этот опыт, с одной стороны, позитивный, вот, и с другой стороны, негативный. Значит, смотри, если бы я с этим опытом такой приехал бы кайтить, такой, блин, а может быть сделать мобильное приложение? Я его делал для кайтеров, ягдсменов, там, гвинсерферов. Я бы посчитал, сколько их. Посмотрел не я, маленькую аудиторию. Вообще нет смысла, какой, блин, фигня, лучше, чем другим заняться. А потом оказалось, что, на самом деле, это рыбаки, велосипедисты, игроки в гольф, теннис, там, пилоты дронов и прочее. Просто, ну, сложно было бы угадать это. Ты, продолжая про винди, мы, конечно, скачем с темы на тему, ты говоришь, есть винди красный, есть винди синий. Это как что, как во времена Великой Революции были белые, были красные? Короче, я уже практически запустился. То есть все, у меня уже готовый продукт, я уже практически готов нажимать кнопку. И тут мне, друзья, кидают ссылку на ресурс, который назывался винди Ти. И там такая, знаешь, красиво анимированная вот эта вот карта с ветром, видел наверняка. Ну, может быть. Я такой, вау, как круто. А там все летает, прям красиво видно все эти, как бы, ураганчики. А, завершение потоков. Да, да, да. Я такой, не, без этого фича я точно не буду запускаться. И уперся, короче, в гнев. Они жили тоже в вебе, оказывается. У них был веб, вот, они назывались винди Ти. Вот, я назывался винди Эп. Потому что, ну, как бы, потом, я не знаю, кстати, откуда это пришло. Кто-то мне что-то про трейдмарки начал рассказывать уже даже тогда. Я такой, блин, винди, я потом не зарегистрирую, потому что это общепотребительное слово. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ты решил вопрос в итоге с лиглом, зарегали марку винди или нет? Собственно, почему сейчас два проекта существуют параллельно? Потому что никто не может получить права. Нет, 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 нет. Потому что у них есть трейдмарк в Европе, а у нас есть в Штатах. И поэтому, как бы, вот, короче говоря, живем. Офигенно. А тот проект зарабатывает? Слышит, он сделан чешским, я не знаю, миллионером или миллиардером. То есть он тоже кайтер. То есть для него это в целом проект был тоже, ну, как бы, хобби. Я не знаю, на что он там... Ну, в смысле, у них нет платных подписок. Они иногда там собирают какой-то донейшн. Вот. Я давно за ним не следую. Слушай, а Вингуру так и не вышел, так и не сделал мобильный проводник? А, нет. У меня тебе один такой вопрос. Вот смотри, функция, может быть, там, ребята, кто твои, кто остался в партнере в проект, посмотрят это интервью благодаря, там, тебе или просто увидят тебя. У меня есть одна вещь. Вот, например, я каждый раз приезжаю на плещейку. Вот сейчас меня поймут все любители ветра. И, ладно, я уже более-менее разобрался. Ну, вот, например, было бы круто добавить, знаешь, какую функцию? Вот, я не знаю, как это пользователи должны создавать или вы видите. Вот, например, все знают, что южак, по-моему, нифига не работает на плещейке, но работает восточный ветер. Я до сих пор, спустя столько лет, путаюсь. Стрелочка налево и направо – это восточный ветер или западный? И, короче, очень круто, потому что на одном и том же споте, на каждом споте, бывает, что ветер дует типа западный, а на этом споте западный ветер вообще не работает, и туда бесполезно ехать. Понятно, что это какая-то, может быть, модификация ветра. Но, может быть, чтобы люди могли добавлять какие-то заметки, что здесь работает восточный ветер, здесь западный, здесь северный и так далее. Слушай, на самом деле, еще даже когда я не уходил, ну, в смысле, когда я еще работал, мы делали… Блин, я даже уже не помню, почему мы не запустили. Мы делали такую историю с описаниями спотов, чтобы можно было там фоточки писать, там, не знаю, там, аккуратнее парни, там, ну, конечно, говно какое-то, вот туда не ходить, сходить туда, там, ветер работает так, там, бла-бла-бла. Мы это начали делать, даже почти сделали, не помню, не знаю, почему, не помню, что не запустили. Мне просто, знаешь, почему кажется, вот я так вот, мне кажется, что кора аудитория, которая готова платить, например, Винди Про, те, кто более-менее катаются регулярно, ну, плюс-минус, они, наверное, знают, что, ну, или там рыбаки есть, может быть, вы сменили вообще тему, у вас там рыбаки. Но для ветра, конечно, вот было бы круто, ну, это я так, на будущее, может, что внедрить, видеть, какой спот работает на каком ветру. Это круто. Да, мы это делали, не знаю, почему, не помню, вот честно, хоть увидите, не помню, почему мы это не запустили. Кстати, можно запустить. Ну, нет, я думаю, там, я вроде не видел. Нету? Да, не видел такого. А, у меня нету здесь. Чаты, вы внедрили чаты внутри. Ой, да, собственно говоря, Антон почему первый раз не нашел в проект, потому что ему очень хотелось сделать комьюнити. Вот, и в итоге это была Антохина идея, давай, короче говоря, комьюнити, комьюнити, комьюнити за комьюнити будущее, ну, конечно, давай сделаем чаты, вот, и да, мы их сделали. Получилось ли комьюнити вокруг Винди? Мы не хотели делать комьюнити вокруг Винди. Мы хотели делать комьюнити, маленькие локальные комьюнити, то есть вокруг спота, например. Вот. Они как-то, насколько я сейчас вижу, работают. Ну, не знаю, когда я приезжаю на аэродром, как бы я периодически, как бы, пишу в чатик и спрашиваю, что там вообще, прыжки есть, нет там, как бы, погода, что там, вот. Только для этого. Вот. Я не знаю, как работает в других местах, но у нас был офигительный кейс. Это был первый чат, который мы запустили, он взял и заработал. Мы повесили в приложении объявление, что, мол, типа, мы запускаем чаты, типа, если хотите, ну, типа, мы вам добавим. Написал какой-то мужик, где-то из-под Нижнего Новгорода. Говорит, слушайте, типа, сделайте мне чат вот здесь. Мы посмотрели там серии «Недмилово новое». Мы говорим, зачем? Он говорит, слушайте, у нас тут остров приплыл, а есть такая штука, плавучая острова, которая там из грязи, палок, там, земля на них, там даже деревья иногда растут, они просто плавают. А там какая-то очень большая сеть всяких проток и прочее. И вот какой-то остров взял, заткнул очень удобную протоку. Мужик повесил объявление на уточной станции. Все качаем винди. Там и добавляемся в чат. Будем убирать остров. Там собралось, наверное, человек 40. Они в этом чатике обсуждали, значит, будем ждать, пока будет там осерея, северный ветер. Значит, у кого есть КамАЗы, езжайте туда, возьмите тросы. Будем, значит, выбыть и тащить этот остров в КамАЗы. Мы тут лодки такие-то там. В общем, три недели у них была спецоперация, они ее сделали. Слушай, ну это приятный кейс такой. Это да. Я понял. Классная история, короче. Получается, у тебя такая история технического фаундера, который, резюмируя, решал свою задачу, сделал успешный проект, сам того условно не подозревая. Ты не жалеешь в том, что сейчас вышел из винди? Слушай, вот сейчас уже нет. Нет, сейчас не жалею. Там, типа, год назад, наверное, такой, блин, надо было остаться. Вот. Сейчас уже нет. Ну, с другой стороны, у тебя развязались руки, появились новые проекты. Ну да, да. И самое главное, я так понимаю, это к этим проектам, то, что они пусть не полетели. Ты сейчас понимаешь, что в моменте они не приносят какого-то гигантского результата, но потенциал у этих проектов, в принципе, раскрыт, когда технологии дойдут до этого, когда, как бы, станет большее проникновение. Может быть, еще вот в этих проектах, ты говоришь, что ты факапер, но мне кажется, может быть, еще нету 150 тысяч установок у твоего приложения, и все, кто не летают с парашютами, не используют эту историю? Не, у меня же есть еще горнолыжные приложения. Слушай, а горнолыжные, это же офигенно, это же какой объем рынка? Да, объем рынка большой, только ковид. Запускать приложение горнолыжное в ковид, это было глупо. Ну, точнее, я его сначала запустил, а потом случилось ковид. А чем твое горнолыжное приложение отличается от других трекеров? Да, в целом, ничем. В большом счете, ничем. Единственное, там используется охрененная технология, когда мы ее разработали для парашютной истории, потому что там скорости 200 км в час и прочее, когда мы для... Точность? Да. Мы используем не только GPS, мы используем все. И этому всему мы не верим, но когда ты используешь гироскопы, акселерометры, высотомер, магнитометр, все это вместе складываешь, и ничему при этом не веришь, и делаешь наиболее достоверную штуку, вот, это очень сильно увеличивает точность. А ты уверен, что, так сказать, очень прикольный кейс, ты заморочился, сделал такой технический продукт, ты уверен, что людям действительно нужна такая точность? Смотри, я горнолыжные проекты сделал не потому, что я такой, блин, надо срочно сделать горнолыжный проект, а то что-то не хватает горнолыжных проектов. Нет, я посмотрел о том, что у меня в Скайдаке потолок 150 тысяч человек, и надо как бы, ну, надо пивотнуться. То есть у нас все уже практически написано было, перекрасить, оно превратилось в горнолыжное. А ты эти продукты писал также в соло, или у тебя уже целая команда? Нет, 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 у меня была команда. Ты уже сам еще пишешь? Да, конечно. То есть ты можешь сесть, короче, и написать? Да, все, что я сейчас делаю, я пишу сам. А нет у тебя такого ощущения, что ты делаешь крутые сложные продукты, они зарабатывают, ну, в моменте не так много, а люди делают какие-нибудь идиотские привы, типа сканеры, там, VPN-ы, спидометры, и зарабатывают на этом просто бешеные сотни тысяч долларов? Слушай, раньше был, сейчас нет. Потому что мне на самом деле важнее всего кайфовать каждый день, а не зарабатывать кучу бабла. Хорошо, вот я хочу разобраться в твоей конфигурации. Ты условно сейчас соло-фаундер, плюс есть партнеры, которые могут финансировать эти вещи, и пока у тебя сейчас нету бизнесового гая, который в твоих этих, вот этих даже текущих проектах докручивает монетизацию каким-то образом. Да, да, да. И за счет этого, возможно, одна из точек роста, это даже, может быть, текущие проекты как-то докрутить продукт. Я уверен, что если придет бизнесовый чувак, без этого можно выжить побольше. А как ты продвигаешь эти продукты? Как продвигаете эти мобильные приложения? Ну смотри, парашютную историю продвигать бесполезно, потому что ты никак не старгетируешься на эту аудиторию, но есть ресурсы, их очень мало. То есть комьюнити очень-очень-очень собраны. Поэтому в целом про меня и так практически все знают. Горнолыжку в фейсбук. Но дорого. Я умею продавать доллары за 70 центов. Но это то, что я сделал. Ну, в смысле, то, что я своими руками умею. Слушай, вот, про кастдев. Нет ли у тебя ощущения, вот ты правильно говорил, что раньше ты увидел проблему, начал ее делать, и ты, в принципе, приверженец был своего вижена. Сейчас же можно послушать, что из каждого второго мотюгальника орет, давайте сделаем кастдев, давайте спросим аудиторию, давайте верифицируем. И я всегда сам, в принципе, давил за условную интуицию. Ты видишь проблему, решай ее, нихера их слушать. Потому что если бы люди спросили бы, что они хотят, они бы сказали, что им нужна лошадь, понимаешь? Не было бы автомобиля, не было бы айфона. Насколько нужно слушать, на твой взгляд, все-таки сейчас вот в реалиях кастдев. Или делать свой вижен, запускать продукт, собирать обратную связь от тех, кто купил, например, или от тех, кто не купил. Дальше уже докручивать под это продукт. Слушай, наверное, все-таки делать надо, как говоришь ты, сначала пообщаться. А потом, типа, не делать. Но я все-таки предпочитаю сначала сделать. Я понял. Да потому что, смотри, все, о чем говорят люди, они уже кому-то, когда это говорили, кто-то уже наверняка это начинал делать. Вот. Можно что-то успешное найти там, о чем люди еще не говорили. Не, я услышал, это прикольно. Это прям... Да. А общаться с ними уже после того, и уже с юзерами своими общаться. Да. И желательно те, кто уже заплатил. Я с тобой согласен. Ну да. Ну, как опция. Нет, вот, кстати говоря, ну и с теми, с теми. Скорее даже с теми, которые не заплатили, интереснее, потому что они еще не заплатили. Ты говоришь про айтишную тусовку, что ты, типа, хочешь пообщаться с кем-то с айтишной тусовкой. Как, на твой взгляд, вообще дела обстоят с айтишными тусовками в России? Потому что у меня вот есть ощущение, что я здесь, делая бизнес, да, как вот предприниматель, как из IT. Ну, условно, я в какой бизнес-клуб не приду. Давай разберем. Типа, эквиум, окей, там, про семейные ценности и там, про крутой бизнес на земле, про всякие заводы, пароходы. Там, клуб 500, еще там, про какие-то, короче, штуки, условно, тоже про реальный бизнес. Там, HGI, окей, там, условно, какие-то стартапы, более-менее понятно, там, близкая история. Но в целом, среда здесь, в России, она тебя не подталкивает. То есть она как бы, ну, враждебно, условно, для создания каких-то IT-продуктов, стартапов. Нет ли у тебя такого ощущения с точки зрения людей, комьюнити, может быть, поддержки с точки зрения денег? Слушай, я ничего про это не знаю. Я, можно сказать, что интроверт в этом плане. Конечно же, я не интроверт. Я просто особо, ну, блин, нигде не вращаюсь, ни с кем не общаюсь, как бы, живу в каком-то самом маленьком. А как тогда искать бизнес-партнеров, если... Вот там. Там это где? Нет, я в камеру только что тыкнул. А, вот там, да. Ну, соответственно, да, вот смотрите, очень крутой кейс, вот вам реально... Пример живого человека, техникал-гай. У меня, кстати, был национальный запрос таков. Я в какой-то момент времени себе в заметках написал, типа, найти как бы техникал-гай, его упаковать, короче, его продать, чтобы меня башка не парилась. Потому что я когда проанализировал все свои штуки, у меня на всех моих проектах, успешных, всегда был рядом технический чувак, которым я вываливал весь свой бред. Он его каким-то образом обрабатывал и реализовывал. И, ну, по-другому это просто невозможно, потому что это может быть реально крутые идеи, но нет. И вот, кстати, у меня сейчас в стартапе тоже есть технический человек, который закрывает многие эти... Так что, кому, в общем-то, актуально, кто хочет... У кого очень крутая бизнесовая экспертиза, вы смотрите этот канал про бизнес. Вы разбираетесь в тени мобильных приложений. Игорь очень офигенный кандидат, наверное, для того, чтобы знать, возможно, вашим партнерам или кофаундерам в проекте и попробовать что-то еще изменить мир и вместе заработать денег. Очень круто. Ну что, мы сегодня, на самом деле, светили ключевые моменты. Это крайне такой необычный формат интервью. Я думаю, Андрей подтвердит, такого у нас еще не было. Это получились такие, знаешь, немножко посиделки, разговоры. Ну, действительно, вот в целом, мне кажется, очень такой полезный контент, понять, как ты думаешь. Потому что мы сейчас соединились, повторюсь, на этом выпуске соединились бизнесовая экспертиза, продуктовая, маркетинговая, и человек, который просто берет и сделает. Я тебе завидую, я тебе честно скажу. А я тебе завидую. Вот видишь, как это прикольно. Вот это всегда так, да. Ты можешь сесть, короче, написать и сделать. Потому что для меня разработать тех продуктов, ну, сейчас уже там проще с учетом возможностей, связей, денег, можно сказать, но это очень круто. Так что тебе спасибо большое за интервью. Да, спасибо. Да, и знаете, я какой сегодня вывод сделал из сегодняшнего интервью, думаю, что вы меня поддержите. Это самое главное, заниматься тем, что вы любите. Потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто. Если вы досмотрели досюда, то обязательно подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы получить уведомления о новых выпусках. И пишите в комментариях, на какие темы вы бы еще хотели поговорить и снять выпуски. Так что спасибо. Это был Игорь Каменев, приложение Винди, приложение SkyDuck и многие другие проекты. Пока-пока. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok